Процедура омоложения закончена Мои рвотные позывы были пустыми уже давно Вся эта процедура омоложения длилась бесконечно долго Может быть месяцы, а может быть даже полгода И все это время меня непрерывно тошнило, рвало Все изнутри разрывалось Через некоторое время из моего носа наконец-то вылезли эти омолаживающие боты-паучки Ощущение, когда они вылезали из носа, уже было даже приятное По сравнению с тем, когда они изнутри выжигали мои органы и печатали новые Бра! Сынок! Сынок! Я... Мой бывший отец, который оказался мне неродным, вырубился И я тоже отключился Мы проспали несколько дней подряд И вот я встал и был поражен Насколько мое тело было мощным Новое тело было таким качественным в плане ощущений Я впервые почувствовал такую легкость У меня ничего не кололо Не было тяжести Бодрость была сверхсильной Я посмотрел в зеркало и из старого мужика я снова превратился в молодого 16-летнего парня Энергия лилась через край и я не знал куда одевать и просто подпрыгнул и подпрыгнул так высоко на 50 сантиметров выше чем я мог когда-либо А когда приземлился удар даже не отдавал в пятки настолько тело было упругим Вадим скорее вставай посмотри как круто Я просто прыгал перед ним показывая свою молодость и упругость Давай попрыгаем Вау это действительно круто Я не чувствовал себя так хорошо никогда даже когда молодым был Но если бы мне сказали готов ли я снова получить эту процедуру омоложения Нет Лучше умереть старым и больным Я так измучился Я каждую секунду этого омоложения желал умереть Настолько это было больно и страшно И бесконечно сколько мы полгода Да и вообще какой смысл в этой молодости Ведь мы в тюрьме Сколько мы там отсидели лет 30 Еще 170 лет нужно сидеть Нас будут омолаживать чтобы мы не умерли и отсидели весь 200 летний срок И я полагаю что выпустят нас все равно стариками Они подгадают так чтобы мы омолодились за 70 лет до выхода из тюрьмы Тут ты прав Да мы сидели в специальной тюрьме с временным компрессором У нас проходило 10 лет а снаружи пару минут Они там просто покурят А за это время мы здесь отсидим 200 лет Слушай я так понял что мозг нам тоже обновили Во время процедур у меня периодически отключалась чувствительность рук, ног То я говорить не мог, то я видеть не мог Думаю что они брали кусок мозга, копировали информацию Выжигали этот кусок мозга, а потом синтезировали новый И загружали старую информацию в него Да я стал думать быстро, легко и главное свежо Ну так давай придумаем как отсюда выбраться Но ты же знаешь что это невозможно Даже если ты процарапаешь обшивку ногтями Ты же знаешь что там капсула времени Которая разделяет наше время И если ее пересечет наше тело Нас может разорвать Да ты прав Это граница за которой время идет Медленнее чем у нас Она ведь сама по себе изолирует Но что но Что если сквозь эту границу Пройдем не мы А кто Струя мочи например Че за бред ты несешь Хотя Если мы Отковыряем обшивку И доберемся до границы Разделяющей наше и внешнее время И нальем на эту границу Наше ДНК Возможно система подумает Что мы засунули часть тела И может быть произойдет Аварийная остановка Идея хорошая Да я вообще хотел просто показать Своё отношение к этой тюрьме Ха-ха-ха Как смешно Подростковый юмор Ты вообще то сейчас тоже выглядишь как подросток И вообще юмор и сарказм Это признак здорового развитого мозга А он у меня соображает сейчас как никогда Но ты забываешь о том Что они ведь за нами наблюдают Ха-ха-ха-ха-ха Да как они будут наблюдать за нами Подумай новым мозгом Ты представляешь что они сейчас видят У них секунда А у нас полгода Они не успеют даже ничего понять Все что они видят Это наш силуэт Размазанный по всей камере А если они Ну Посмотрят запись Им за секунду нужно отсмотреть полгода Это невозможно Мы можем творить Все что захотим Нас контролируют лишь боты Он Так камера в углу комнаты Что ж мы предыдущие 30 лет Этого не делали Потому что мы были старыми И тупыми Так все Хватит болтать Давай попробуем вот Обшивку здесь оторвать Наш энтузиазм Довольно быстро был сломлен Так же как и наши ногти В попытке зацепиться Хоть за какую-то щелочку В этой камере Блин Ничего не получается Вот оказывается Почему мы не делали этого раньше Потому что мы были Старые И мудрые Хватит а Смотри Вот тут вот Маленькая щелочка Нужно просто Что-нибудь металлическое Чтобы подцепить Так давай Обеда дождемся Бать Тебе лишь бы пожрать Да нет Там ведь Ложки выдают До обеда Мы еще десятки раз Облазили Каждый уголок камеры И только одно место Вселяло в нас надежды Это место Откуда торчала камера Возможно За нами кто-то наблюдал Может это был бот А может Нейросеть Пришло время обеда Из стены Открылся люк А за ним Стояла Тарелка С вонючей кашей И две ложки Фу, сегодня рыбная смесь Больше не могу это жрать Но у меня есть идеи поинтересней Я отогнул ложку и попал прямо в камеру кашей Годы тренировок в моем детстве не прошли даром Глазок камеры был полностью залеплен кашей Ну и чего ты этим добился? Тут же открылся еще один люк, из которого вылетел бот-уборщик Бот протер камеру, подтер пыль И наши жирные пальцы, которые мы пооставляли на внутренней обшивке камеры Потом он полетел в свой отсек И когда люк стал закрываться, я успел подсунуть ложку Аааа, вот чего ты добивался Бэ, не шевелись Я заглянул в щель люка, там все было плохо видно Но бот как будто встал на зарядку Видно, что из стены вылезло два контакта, к которым он присоединился Я попытался отогнуть люк, но он был крепок Замажь кашей глазок камеры еще раз Отец выполнил просьбу Снова открылся люк бота-уборщика Он полез протирать камеру А я взял ложку, смазанную кашей И прилепил к тому месту, откуда выходили два контакта Так, чтобы оба контакта вышли прямо на ложку И что ты там такое сделал? Бот закончил свое дело, вернулся в свой отсек Люк начал захлопываться Звук шипения и электричества Вдруг из-под люка пошел дым Что-то заискрилось и потом Меня отбросило на противоположную сторону камеры Оглушило, а в ушах дико зазвенело Я ничего не слышал Что это произошло? Короткое замыкание Оттуда из стены вылезало два контакта И я прилепил туда ложку И когда бот залетел на зарядку Контакты вышли из стены И туда подалось питание Ну и все, короткое замыкание Так какого черта ты у люка стоял? Я не ожидал, что будет такой взрыв Люк в отсеке уборщика тоже вырвало с корнем И в стене, где были контакты Образовалась небольшая дырочка В которую затягивался дым от сломанного бота Бать, посмотри в щель Это кажется и есть граница времени Не ожидал, что она будет так близко Ну так давай, засовывай своего Ваньку в эту дырочку И мочись Зачем засовывать? Если не засовывать его туда То ты не добьешь до обшивки Там где-то сантиметров 50-70 Ну раз ты придумал такое Ты и суй Там мощная струя нужна А у меня простатит Ну знаешь, сжимает мочевыводящий канал Ну и струя не такая мощная Нам только что обновили организм У тебя нет никакой болезни Ха, ну да, точно Ладно, сейчас Не ожидал, что он это сделает? Ну он это сделал Но ничего не произошло Блин, видать не достает несколько сантиметров Тогда нам нужно выпить много воды И держать в себе Насколько это возможно И потом Мощной струей Попытаться достать все-таки 50 сантиметров Ну должны же долететь Мы целый день пили и терпели Около 12 часов И когда уже совсем-совсем уже не мог Я подскочил к этой дырочке И дострелил До границы времени И вдруг пошла какая-то тряска Грохот Слушай Кажется Граница времени Приближается к нам Что? Она приближается внутрь К камере Чего непонятного? Я посмотрел в саную дырку Но так, чтобы не касаться ее кожей И хорошо, что я держался подальше от нее Ведь буквально через секунду Граница времени оказалась Прямо у меня перед носом Ааааа Черт, граница времени двигается рывками Осторожно Давай Сюда, на середину камеры Это цилиндр Он со всех сторон нас окружает Цилиндр Границы времени Продолжал сужаться Внутрь камеры Когда вещи Или мебель Попадала на границу времени То она вспыхивала Но не огнем А как будто резко Старела И осыпалась прахом Мы стояли с отцом По центру камеры Прижавшись друг к другу спиной Что же нам теперь делать? Я не знаю Видимо признаться В своих главных грехах Исповедаться что ли Мне кажется это конец Прости меня Ваня Я на самом деле хотел сказать Чтобы все отдал Чтобы начать Обычную жизнь Обычного человека Я так устал От этих временных Континуумов И вообще Ты был лучшим Моим объектом Самым умным Мне за тебя Кстати Медаль дали Ты лучший Иван Курапов Ты лучший Прости меня А ты для меня Всегда был настоящим Авторитетом И отцом Отец не тот Кто родил А тот кто воспитал И мне плевать что ты агент из будущего Который готовил меня Для создания антижалости Того мира где запрещено жалеть Это не важно Пусть ты и Вадим Отчим Мне плевать Ты самый близкий для меня человек Я не хочу умирать Цилиндр приблизился Вплотную к нашим телам Мы вжимались с отцом Друг в друга Насколько возможно И я смотрел Как цилиндр Уже коснулся Моего ботинка Вмиг Вся обувь Осыпалась прахом Я пытался спрятать Большой палец ноги Но Граница времени Коснулась его И ничего страшного Не произошло Просто немного Защекотала И граница времени Как будто Обволакивала Палец Одевалась на ногу Словно носок Потом колено Полностью вся нога Руки Туловище Лицо Она вошла Прям в мои ноздри И видимо во все дыхательные и жевательные пути Одежда Нейроошейники Все стлело и рухнуло с нас Мы стояли голые Да Два Молодых мужика Прижавшись друг к другу Все остановилось Я отскочил от отца Фу Ты такой липкий Ну так я вспотел от страха Мы находились Выжженные до тла А точнее Состаренные до праха Комнате Граница времени была прозрачной И так близко прижалась Кожа Что Ее не было заметно Я посмотрел наверх И увидел Что бронебойное окно Тоже Состарилось до тла Там была дырка Мы могли Просто выйти Смотри Мы свободны Погнали скорее Дай я вперед Ага Нет уж Я первый Не хочу я лезть по лестнице И наблюдать твои достопримечательности Снизу Я вылетел по лестнице Пулей наверх И замер Я сразу же увидел Летающего бота Но Он не двигался Стой Не двигайся Там бот Который запихивал нас В эту камеру Отлично Теперь мне наблюдать За тобой снизу Блин Надо срочно найти одежду Но почему-то Он не двигается Странно Я повернулся На 180 градусов И Увидел президента Смотрящего на меня Неморгающим взглядом От испуга Я дернулся И присел Задницей Прям на голову Бате Ты издеваешься Что ли Извини Тут просто Президент И Он не шевелится Тоже Хм Или шевелится Но Но Очень медленно Че ты несешь Вылезай скорее Мы оба вылезли Стали осматриваться И увидели неподалеку Двух патрульных Которые как будто Замерли в движении И самое странное Что в этом мире Не было Совершенно никаких звуков Звенящая Идеальная тишина Вань Кажется мы все еще Во временном компрессоре Только он каким-то образом На нашем теле Тонким слоем Покрывает все наше тело То есть мы по прежнему Очень быстрые Но все вокруг Не шевелится Они еще до сих пор Не сообразили Что окно пропало И прежде чем Они шевельнут Своими зрачками вниз Чтобы видеть Отсутствующее окно Пройдет неделя А может месяц Отлично Тогда я раздену Вон того патрульного У него похожая на меня Комплекция Возьму его одежду Мы оделись Но одежда Как будто бы Не очень плотно Прилегала к нашему телу Такое ощущение Что даже не грело Видимо из-за той прослойки Которую составляла Граница времени Она полностью Обволакивала Наше тело Нужно как-то отключать Этот долбанный Компрессор времени Чтобы наше время Синхронизировалось С внешним миром Я думаю Он отключится Как только мы выйдем За пределы Андронного коллайдера 2 Он же разгоняет частицы И создает Временную аномалию Как раз Только внутри кольца Выйдем И все должно пропасть Ну так побежали скорее Я хочу вернуться к нормальной жизни Погоди Чтоб вернуться к нормальной жизни Нам нужно убить президента Чего? Нахер он нужен От него одни проблемы Сейчас идеальный момент Он вообще не шевелится Нет! Мы не будем его убивать Мне надоело Это антижалость Все с этого момента Я никогда никого не убиваю Нам нужно Чтобы ты или я Стал президентом Чтобы управлять этим миром Сделать его наконец нормальным А так Он будет бесконечно охотиться За нами И все равно Где-то поймает А может быть И посадит заново Мы не будем убивать людей Пусть будет как будет Просто мы прямо сейчас Доберемся до терминала Я помню все коды И перепрограммируя терминал Мы проведем импичмент президента И назначим президентом тебя И возглавим этот мир И все переделаем Чтоб все было нормально Вот ведь заданица у меня выпала Еще и президентом быть Мы вышли за пределы Андронного коллайдера Но время не ускорилось Птицы по-прежнему Висели в воздухе Почему мы до сих пор В замедленной временной фазе? Не знаю Может быть коллайдер Тоже медленно реагирует И сколько нам еще жить В этом медленном мире И как мы вообще долетим До летающего здания Где терминал? Постой Ты слышишь это? Да, точно Ведь не было никаких звуков Шуршание, шаги А если кто-то издает звук В этом замедленном мире Значит Здесь кто-то Кто двигается С такой же скоростью Как и мы В нашей временной фазе Эй! Субахтери!